Да, это уже выглядит как война за империю. И военно-дипломатические источники газеты «Коммерсант» уверяют, несколько месяцев Эрдоган провоцировал Баку на боевые действия, обещая любую поддержку ему выгодно, чтобы именно там сейчас пылало. Это та самая война за Османскую империю. Эрдогану везде нужна война мусульман с христианами. Поэтому он разжигает Карабах всеми силами. Он хочет представить себя защитником исламского мира и главным исламским лидером. Он готов ради этого пойти на всё, включая конфликт со всеми мировыми игроками. И в этом конфликте он явно готов зайти далеко, понимая, что наступает на интересы России. Ему важно, чтобы исламский мир не просто пошёл за ним, оставляя и Иран, и Саудитов вне игры, а саму войну с террором превратить в войну, в которой он может ставить на серую зону. Он может перебрасывать не только на Кавказ, но и в Ливию именно тех боевиков, которых готовили в своё время американцы против Асада. Потому что тогда возникает неразбериха со всеми этими сирийскими оппозиционерами. Никто уже не понимает, кто кого нанял и кто кого использует. В любом случае, мы снова вспомнили про дальние подступы и ударили по базам подготовки в Идлибе, зная, что инструкторы там говорят по-турецки. И уже непонятно, американцы руками Гюлена или Эрдоган сам пытаются давить в Азии, начиная с Киргизии, которая и так ослаблена вирусом. Ей нечем платить людям, которые не смогли уехать на заработки. Дальше Таджикистан, где тоже бюджет держится на уезжавших к нам мигрантов. И там есть своё исламистское подполье, лидера которого в Турции, и их Таджикистану не выдают. Но все прекрасно понимают, что нестабильность – это и соседний Афганистан, в котором все рычаги у американцев, а наш контингент на границах едва ли не единственный за слом. И мы уже поставили новые боевые вертолёты на наши базы под Бишкеком и под Душандой. То есть, подумайте, именно сейчас вирусная турбулентность позволила менять правила игры. И именно для американцев Центральная Азия и Афганистан стали той самой линией разлома, по которой они могут экспортировать нестабильность и в Россию, и в Китай. И получается, что именно сейчас мы уже должны учитывать фактор грядущих в следующем году выборов в Узбекистане. И потому, что, с одной стороны, он выглядит богаче и стабильнее, чем другие среднеазиатские республики. Но, с другой, именно из Узбекистана массово уходили в халифат. Уходило значительно больше, чем из других среднеазиатских республик. Если оценить уровень террористической угрозы со стороны азиатских экстремистов для России, то он очень высок. Вы уже сталкивались с ними, когда были взрывы в петербургском метро. И вы понимаете, что предела жестокости нет. Да, мы наблюдаем, как в Киргизии уходят в отставку президента, хотя он пытается это оттянуть. Как на его место приходит другой, с которого официально не снят тюремный срок. Как он обещает, что Россия останется стратегическим партнером. Но мы не вмешиваемся в происходящее, но даем четкий сигнал. Останавливаем финансовую помощь Кыргызстану до тех пор, пока конституционный хаос не прекратится. И для России стратегически важно, чтобы в Киргизии все было спокойно, чтобы здесь начался четкий политический диалог. Потому что это и наша безопасность. Да, это мусульманский регион, поэтому так важно понять, кто согрел руки на этом кризисе. Гюлен, который был здесь очень силен, или Эрдоган, который всячески проявлял интерес, объявляя киргизов братским тюркским народом. Географически Турции сложно войти в регион, это слишком далеко. Но это не отменяет нашего интереса к нему. Это наши братья, это часть османской идеи Турции. Эрдоган за последние годы много вложил в Кыргызстан. И там его услышали. Вот он, подарок той самой мягкой силы, стоимостью в 25 миллионов долларов, мечеть османской архитектуры. Открывать ее в Бишкеке приезжал сам Эрдоган. Со словами о новой жизни, новой силе и новом порядке. Такие же мечети уже практически во всех республиках Бывшего Союза, где есть мусульманские общины. Обратите внимание, в Таджикистане народы не тюркские. Но он все равно вписывает их в свою систему Большого Исламского Братства, которое должно бороться за свои права. И все должны понимать уровень угрозы, потому что если полыхнет в Средней Азии, для России это будет крайне опасно. Потому что из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана массово уходили в халифат. Вернутся они или нет, другой вопрос. Но ясно одно, что именно экстремизм – та карта, которая может быть в любой момент разыграна третьей силой. И стремление Эрдогана, сотрудничая с нами в Сирии, додавить идею империи и использовать для этого идлибских боевиков, сейчас может выстрелить где угодно, как уже в Чечне, где вернувшиеся из Сирии готовили теракты. Их уничтожили, но и двое росгвардейцев погибли. Уже предотвращены теракты в Волгограде, включая попытку взорвать монумент Родина-Мать, задержание в Москве, Петербурге, Уфе, Майкопе. Все одна ячейка – исламисты из Узбекистана. Да, миграция из азиатских республик огромна. Уровень угрозы мы пока не оценили. Хотя Европа уже все поняла про беженцев из Сирии, которых встречали цветами и конфетами, а получили теракты и нападения. У нас больше нет розовых очков. И уже шок во Франции после страшной расправы над учителем в парижском предместе, который пытался объяснить, что такое свобода слова, на примере карикатурного пророка пятилетней давности из Шарли Абдо. Ему отрезал голову 18-летний парень, увидевший урок в соцсетях. По информации Лемонт, родился в Москве, на родине родителей, в Чечне побывал в двухлетнем возрасте. В шесть лет его перевезли во Францию, которая поверила, что это партиза свободу. Сейчас вся семья арестована вместе с друзьями. Десять человек – исламские фундаменталисты. Террористы меняют названия, меняют страны, но суть это не меняет. Они против любого государства, которое не живет по их правилам. И то же самое с наемниками. Им все равно, за кого воевать. Им главное – деньги и их идея. Вы думаете, они знают, где Киргизия, где Карабах? Конечно, нет. И Эрдогану все эти войны могут быть важнее еще и потому, что ему нужно прикрыть тему катастрофического состояния экономики, которая может рухнуть в любой момент. И катастрофического положения дел в Турции в принципе. И вот тут главный вопрос – как за все эти войны платить? Именно поэтому Эрдоган сам едет на берег Черного моря и сам объявляет – там найдено почти 400 миллиардов кубов газа, деньги будут. Одновременно отправляет корабль исследовать Средиземноморское дно, несмотря на то, что европейцы называют это провокацией вокруг месторождения Афродита. И одновременно проводит испытания С-400, хотя американцы обещают жесткие кары, если он поставит их на вооружение. И круг замкнулся. Эрдоган торгуется до последнего. И его рассказы о том, что совсем на Кавказе и в Азии стоит Гюлен, не просто попытка отвести глаза. Это предмет торга. Идеи заставить американцев выдуть Гюлена он одержим не меньше, чем идеи Османской империи. И ваши отношения с ним и отношения с американцами все это доказали. Здесь вопрос к тем, кто ставит на его поддержку и разрешает себя вовлечь в игру. Они понимают, что правила его игры меняются мгновенно.